Добрый день, меня зовут Алексей, я представляю PrebobCon. Наш проект, он разительно отличается, наверное, на всех стартапах, представленных сегодня. Прежде всего, по двум причинам. Первая, у нас чистый IT-продукт, то есть это мессенджер. Вторая, это не российская компания. То есть это немецкая компания с IP, находящимся на Кипре. Перейдем к проблемам, проблемам рынка. Проблемы мессенджера, в принципе, всем известны. Первое, это то, что их очень сложно монетизировать. Мало кто придумал внятную модель монетизации. Второе, это то, что у бизнеса нет таких понятных инструментов для того, чтобы достичь пользователя, как, например, в социальных сетях. Ну и, в принципе, известные проблемы с данными, с безопасностью данных и с юзабилити. В нашем мессенджере мы решаем эти проблемы за счет того, что мы интегрируем, мы расширяем традиционный функционал мессенджера, как привычный функционал WhatsApp, Telegram и добавляем различные фичи, которые позволяют достичь бизнеса, бизнесом достичь пользователя. И за счет этого мы как бы расширяем платформу для монетизации этого мессенджера. То есть в нашем мессенджере есть система управления рекламой, есть отдельное решение Bavcon Enterprise. Это то, к чему мы стремимся сейчас сделать WhatsApp. У них есть, например, такая платформа, как WhatsApp Business. То есть у нас уже есть похожая фича, которая называется Bavcon Enterprise, которая позволяет бизнесам, корпорациям сделать собственные каналы и монетизировать их. И остальные фичи, которые есть в данном мессенджере. Посмотрим на рынок. Смотря на рынок, мы понимаем, что наши конкуренты, прямые конкуренты, это другие мессенджеры. И мы смотрим на арпу, прежде всего, на среднюю выручку с одного клиента. И понимаем, что чтобы оставаться конкурентными, нам нужно находиться в рейнже от 4 до 12 долларов за пользователя. То есть когда WhatsApp покупал Facebook, один пользователь приносил доллар. Сейчас по оценкам от 4 до 12. И в принципе мы понимаем, что каждый из мессенджеров, которые сейчас есть в мире, они имеют, у каждого из них свои собственные источники получения выручки. То есть, например, в WeChat у них есть своя платформа, которая такой payment gateway. У Lina это стикеры. У WhatsApp это торговля данными, которая как бы не очевидна. Ну и реклама. То есть наша бизнес-модель, она строится вокруг внутренних покупок, вокруг каналов с платным контентом, реклама, интерпрайс-решение и решение для управления данными. В принципе, большая часть из этого, она уже реализована. А теперь, где мы сейчас. Приложение, оно уже готово. Оно уже существует в Apple Store и в Google Play. 35 тысяч загрузок. Средняя месячная активная аудитория 24 тысячи. Ну, вы видите, в принципе, статистику. То есть это был роллаут на немецкий рынок. И, в принципе, он подошел неплохо с нулевыми затратами на маркетинг. Что мы делаем далее? Сейчас мы интегрируем немецкие локальные компании. Это банки и страховые. Вот первый партнер – это шпаркассы. То есть это формат, когда они заходят нам как партнер. И их операции можно делать внутри наших каналов. То есть пользователи могут зайти и сделать какие-то вещи, связанные с банкингом внутри нашего мессенджера. Ну и далее, соответственно, второй аспект – это доработка функционала. То есть это основные наши… То, куда мы ищем инвестиции. Команда проекта «Тринадцать человек» – это немецкая команда. СЕО Дмитрий Шолохов, который занимался раньше разработкой дронов. Вот. ОН. БОДПИСАНТОМОТОНО. ПОДПИСАНТОМИЕ ВИЗДОМОТОЛЛЯНОЕ ! Продолжение следует...